Приветствую вас. По поводу санкций, которые озвучил Медведев, премьер-министр России, против Украины. Но я оказался правом. Санкций нет. Не верите? Давайте по полочкам. Смотрите, Украина уже больше 10 лет не покупает сырую нефть в России. Ну, просто не покупает. Ну, там по ряду обстоятельств давно. По этой причине то, что говорит, да, мы не будем продавать сырую нефть. Замечательно. Не, ну действительно. Украина покупает сырую нефть на сегодняшний момент в Азербайджане. Немного она покупает. А так, по большому счету, Украина добывает свою нефть и производит нефтепродукты. Для информации, 50%... Я говорю, это не все нефти. Это солярка, бензин и так далее. Всех нефтепродуктов, которые продаются в Украине, это украинское производство. Да, там ушки коломойского. Спорить не буду. Но украинское производство. Хотя на сегодняшний момент непонятно хоть, кто там будет. А 50% от импорта. Теперь внимание на экран. Смотрите, до 2018 года у нас как? Импорт нефтепродуктов в Белоруссии и Литве. Пуще 90% в Белоруссии действует в Литве. А вот в 2018 году начал идти прямой импорт из России. И за три месяца, ну за первую квартал, в 2000, соответственно, в 2019 года, у нас действительно 40, даже там 45% импорта нефтепродуктов напрямую идет с России. Это не запрет. Там Медведев сказал, что это будет по особому распоряжению. То есть, другим словом, как было, так и будет. Но только для своих. Не хочу называть лиц, а вы сами догадайтесь, кто на сегодняшний момент главный поставщик импортных нефтепродуктов из России в Украине. Сразу говорю, этих людей вы знаете. Фамилию очень часто слышите. Эти люди очень близки к администрации Путина. Так что это, ну скажем так, работало и будет работать. Что касается ТВЭЛов. Они раньше поставлялись по, ну практически Медведь ничего здесь не добавил. Действительно, ну вы сами понимаете, ядерное топливо всегда поставляется по особому распоряжению. Ну, специфический продукт. И третье. Вот насчет угля действительно это новое. Ну, на сегодняшний момент вы догадываетесь, что уголь добывается в ДНР и ЛНР, потом, как российский, поставляется в Украину. Это в основном, конечно, касается корпорации ДАТЭК и, соответственно, Рената. Естественно, здесь опять говорить, нет, уголь поставлять будем, но по особому разрешению. Ну, вот здесь новое. Да. Я не знаю, какие там сейчас договоренности с Рената с Россией. Ну, не знаю просто. Слухи знаю, но не люблю повторять. Что будет дальше тоже. Но, смотри, какая ситуация. Уголь, который отбывает ДНР и ЛНР, можно продать только в Украине. Ну, замка-то. Вообще, конечно, дурацкую блокаду я снял. Ну, вы сами помните. Я много раз говорил, она не нужна. А теперь, что касается вообще санкций. Там, вы же понимаете, я же перечитал уже, кроме официальности, то, что журналисты написал, зашел же на сайт премьер-министра, посмотрел. Всего под санкции попадают товары на 250 миллионов долларов. Ну, как бы, конечно, это немало, но немного. Смотрите, у нас, ну, вот если посчитать товарооборот Украины и России, в общей сложности, да, когда-то было около 30 миллиардов, не спорно, не спорно, сейчас несчастных там, ну, в этом году, наверное, будет около 10. В том году было там почти 12. Ну, вот такая ситуация. Так что, в принципе, вот эти санкции, очень похожи с санкции, которые Украина ввела против России. То есть, в основном запретили то, что уже не работает, или, скажем, то, что сильно не мешается. Вы поняли? Что работает, то работает. Ну, понимаете, сложно не продавать в Украину нефтепродукты, если там очень уважаемые люди. Хотя, с другой стороны, Бацьков доволен. Он будет сейчас больше продавать бензина в Украину, если напрямую не будет поставлять из России. Может, он вообще там договорился с Медведевым? Кто их знает.